В любой должности ответственная и приветливая, в любую погоду оптимист, в любом обществе заметная, в любом коллективе лидер, пишут о моей героине те, кто с ней все эти годы сталкивался по долгу службы. От себя добавлю, что моя сегодняшняя героиня очень душевная и наполненная любовью и добротой женщина, готовая открыть сердце и притянуть руку каждому, кто нуждается в ней. У меня сегодня в гостях Юлия Анатольевна Песковская, женщина-политик, человек, который немало сделал для республики. Женщина, которая воспитала двоих сыновей, а сегодня окружает любовью своих внуков. Но по всем по порядку. Сегодня у меня в гостях известный в Якутии, далеко за ее пределами, политик Юлия Анатольевна Песковская. Юлия Анатольевна, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Давайте охарактеризуем ваш фотоальбом. Какой он? Отражающий ваше творческое начало? Там много работы? Либо же все-таки он посвящен вашей семье? Вы знаете, ну, наверное, всему найдется место. И семье, и работе, и отдыху, да? Хобби. Я думаю, что так. Герои о моей передаче по старой нашей традиции приносят самую дорогую фотографию, которая занимает почетное место и дома, и на работе. Глядя на которую, хочется улыбнуться, чтобы настроение поднялось, да? Наверное, это, конечно, сыновья. Это, конечно, сыновья, потому что это самое дорогое. Это то, чем я горжусь. Это моя социальная защита, потому что я чувствую, что у меня два сына, как два крыла, на которые я всегда могу опереться. Вот фотография. Это как раз недавняя фотография. Это свадьба моего младшего сына. Вот. И это стоялось два года назад, когда наша семья стала еще больше в Москве. Он женился на своей этнокурснице, с которой учился в Москве. И очень долго они дружили. И вот все-таки эта дружба переросла в большую. И они считают, что теперь уже вечную любовь. Ага. Даже собираются венчаться. Ага. Вот. Сказали, что повенчаются. Только потом у них родится малыш уже в венчанной семье. Как вы приняли невестку? Как состоялась ваша знакомость? Вы знаете, я как бы с ней уже была дружна и с семьей уже была знакома. Поэтому оно состоялось очень органично. Притом, как и каждую мать, наверное, радует то, когда они видят, что их сына любят. Вот я вижу и знаю о том, что Диана, так ее зовут, она любит моего сына. Вот это самое главное. Это приносит радость. И я думаю, что вот их семья, она будет достаточно, так сказать, правильной. Потому что сама Диана, она воспитана где-то, наверное, еще в устоях, так сказать, других традиций. И папа у нее азербайджанец, мама русская. Вот поэтому все самое лучшее, что воспитано в девочке, если бы она жила в азербайджанской семье, вот все Диане это присутствует. Наверное, отлично готовит. Отлично готовит. Вообще знает, что в доме заботу о муже она должна нести эту миссию постоянно. Поэтому он надежен. Повезло. Расскажите о старшем сыне. Значит, старший сын у меня, они достаточно как бы разные. Старший сын у меня больше к технике, он вообще технарь. Работает он начальником смены на крупной ТЭЦ, очень высокая ответственность, потому что это центр Москвы. В общем-то, состоялся сам. Я вот честно вам скажу, что никаким образом не помогала. Ему было предложено МОСЭНЕРГО, второе высшее образование. Он его закончил там и сразу получил назначение на данную должность. На ТЭЦ выше должности нет, чем начальник смены. Фактически. И вот он сейчас востребован. И я вижу, что он сразу возмужал с такой ответственностью. Я в нем всегда вижу помощь. Если у меня что-то где-то сломалось, где-то что-то отремонтировать, это, конечно, нет. А Толя, он более другого склада. Вот у него экономика, политика. Это то, что ему интересно. Он сегодня и в общественной организации молодых предпринимателей России, деловой России, работает. И в то же время в одной из крупных корпораций он является помощником генерального директора. Поэтому, ну, пока вроде бы все хорошо. Они нашли себя. Я думаю, что и дальше они будут идти уверенно. Что-то, наверное, все-таки я им передала вот эту вот ответственность за то порученное дело, которое тебе они это видели и могли видеть всю свою жизнь сознательную. Женщине в политике не дают поблажек. Она работает наравне с мужчинами и день и ночь. Как вы успевали смотреть за ними, направлять их в нужное русло, секции, кружки, интересы? Ну, это, конечно, все было. Я не скажу, что они, как у других, может быть, были круглые отличники. И я за это, так сказать, билась там всеми силами. Такого, конечно, не было. Я была очень требовательна. Это действительно очень жесткая мама на самом деле. Вот. Я была очень требовательна. И самая главная моя задача была воспитать в них самостоятельность. Поэтому они у меня умеют все. В честь дома я считаю, что вот все, кто рядом с моими сыновьями, кто видит их, они говорят, ну, это просто находка. Потому что никогда не будут думать о мужской ли дело, почистить картошку или помыть полы, или попылесосить. Никаких проблем в этой части никогда не стояло. Поэтому они это делают с удовольствием. И только вот скажи о том, что это надо. Даже сейчас они живут самостоятельно. Если ко мне приходят, то всегда, будь то старше или мальше, пылесос будет у них в руках. Вот. Поэтому вот в части быта они знали о том, что мне нужна такая помощь. Что мне вот некогда... Тогда ведь не было принято там помощниц держать, да? И все это возлагалось на плечи моих сыновей. А старшему сыну, конечно, больше досталось. Потому что у них 11 лет разница. А, 11 лет. И когда я родила вот этого вот младшенького, вот этого младшенького, да, то получилось, что старшенький его забирал из роддома. Все пеленки, какие надо было гладить, утюжить все через него. Был папой. Если куда-то там уходим, то на страже стоит старший. Все, он уже не отходит от кроватки. Поэтому можно сказать, что он его выненчил. И в детский сад он его собирал, и заводил его в детский сад. Вырос на премьере старшего брата. Конечно. И, конечно, дедовщина была. Потому что как хочется старшекласснику, да, везти этого младшенького в детский сад. Он начинает утром его одевать. Тот медленно одевается. Тот начинает считать до 10. И доходит до 9. И раздается рев на всю квартиру. Потому что тот уже не успевает уложиться во времени. Вот такая дедовщина тоже была. Ну, они как разные, так они и притягиваются друг к другу. Потому что если Толе нужна помощь, то Юра, значит, а если Юре в каких-то моментах у нас, как в программировании, достаточно человек образованный. Наверное, вот разница в возрасте, да. Есть вот почитание старших, да, старший брат. Поэтому, наверное, нет вот этого духа соперничества, да. Да, я бы сказала, что нет. Все равно отношения очень добрые, очень ровные такие. Ну, может быть, старший иногда в шутку говорит на младшего, где наш белый воротничок. Ну, и более того. Поэтому, да, я считаю, что они дружны. Ну, я знаю, они вас так любят, да, что даже в социальных сетях, вот это вот как раз было поздравление младшего с днём рождения. Такие слова он посвятил своей маме, что очень многие комментировали, что, ну, невероятная любовь, такая искренняя, такая благодарная. И, мне кажется, для любой мамы принимать вот эти слова дорогого стоит. Я вырастила достойного мужчину. Да. Читала, плакала. Какие-то особенные отношения, да, с младшим? Ну, больше нежностей. Как бы, да, это действительно так. Старший уже, мы с ним как такие равные партнёры, да. Он же и покритиковает, так сказать, сможет. И юмор у него совершенно другой по отношению ко мне. И, в общем-то, всегда было, особенно, когда я в министерстве задерживаюсь, там, допоздна всё, звоночек в 11 вечера сделать, и говорить, ну, как, ты сама выйдешь из кабинета или тебе помочь прийти? Ну, вот такой вот юмор. Но то, что они трудолюбивые оба, вот в этой части я считаю, что, наверное, вот заслуга моя есть, потому что вынуждены они были, вот, помогать мне всё время, которое я проводила и в командировках, и на работе. Никто это не делал за них. Поэтому распределение наших обязанностей среди сыновей всегда было строгим, и никто никогда это не, там, не оспаривал, и я никогда на этом даже не расставляла акцентов. Вот, шло оно, как шло, на понимание. Они меня понимали. Только влюблённая и окружённая любовью женщина способна делиться этим чувством со всеми. Кроме бесконечной любви её любимых сыновей, Юлия Анатольевна с теплотой вспоминает о муже, любви всей её жизни. Как вы познакомились со своим мужем? Я об этом пишу в своей вот книге, которую я недавно издала. Значит, книга-автобиография? Да, можно сказать так. То, что за эти годы пришлось мне пережить, то, как это складывалось, то или другое, как мой путь, так сказать, прокладывался. Мы учились в одной школе, жили практически на параллельных улицах. Школьная любовь? Да, это моя первая школьная любовь. Это действительно так. Это моя первая школьная любовь. И потом, ну, вообще вся школа была влюблена в Сергея, моего мужа, потому что он был действительно очень-очень красивым. И, да, вот там в альбоме, значит, где-то есть фотография в моём. Значит, он был очень красивым. Более того, он был знаменосцем. И вот в этих белых перчатках со знаменем его помнит как бы вся школа. И младший сын очень похож на Сергея. И я очень часто, даже в книге я это упоминаю, о том, что очень хорошие качества те, которые есть у моих сыновей, они ещё и от отца. Вот. Не только внешняя похожесть. Поэтому наша семья вот так зародилась, то, что мы были знакомы со школьной скамьи, знали друг друга, наши родители дружили вместе, вот, работали вместе. Поэтому, ну, небольшой посёлок Лебединый, там как бы вот всё понимаемо, что очень много семей у нас было именно со школьной скамьи. Поэтому и Сергея, вот я пишу там свои книги об этом, о том, что я в него влюбилась. И, в общем-то, это была моя мечта. И она вот так вот сбылась. Поэтому два сына, и вот младший, он особенно похож на своего отца. Ну, вообще, конечно, моя семья очень большая. Правда, все сейчас родственники очень разбросаны. Вот. Вот это вот последний снимок, летний буквально. Вот такой тёплый летний снимок. Где собрались родственники, мои друзья. И здесь вся география, вот начиная, так сказать, Краснодарского края, Майкопа, Саранска, Томска, Игутска, Алдана, Юрмалы. Вот съехались мои и те друзья, которые уже стали родственниками. Весь Советский Союз. Да. Вот. И они приезжают постоянно. И вот такая вот и родственная, и дружественная связь. И даже с Украиной вот здесь вот подруга приехала, она ранее жила в Алдане. Поэтому такое тепло, когда люди к тебе едут, и едут с удовольствием, и при том получается такая весёлая компания, это дорогого стоит. В недавно вышедшей книге «История жизни Юлии Анатольевны». Тут её семья, работа, любимые коллеги. Её успехи, достижения и победы. Словом, неплохое пособие для тех, кто хочет узнать путь человека длиною в полвека. А женщина, которая сделала своим умом, работоспособностью карьеру политика. Ведь моя героиня пришла на руководящую должность исключительно с одной целью – желанием помочь людям. Она писалась не одним днём. Я очень много подбирала материалов к ней, причем вот она написалась. Очень много здесь отзывов тех моих друзей, с кем я сегодня дружу. Вот Ирина Константиновна, кстати, роднина. Мы с ней дружим до сих пор. Она написала здесь очень тёплые обо мне хорошие слова. Она, правда, меня никогда не звала по имени-учицу. Я всегда у неё Юлька. Ирина Роднина мне созвучит Юлька. А, чё, подруги. Да. Ну, мне это очень нравится. Мне это симпатично. Нашей другу Лариса Кужуге. Там у нас здесь тоже очень много знакомых. С ней мы тоже дружим, кстати, в Государственной Думе и сейчас. И общаемся. Она очень, кстати, много помогает. Она была в здравоохранении, в комитете. И те обращения, которые были по линии наших больных, в Якутске, очень много. Лариса Кужгетовна помогла. Вообще книга, она такова, что, конечно, мне приятно было. Вот Евгения Савина здесь. Ну, в общем-то, можно увидеть очень такие лица узнаваемые, как Галина Николаевна Карилова. Вы знаете, вице-спикер сегодня Северной Федерации. Вот. И Надежда Васильевна, зам Шойгу Сергея Кужугетовича. Ну, такие знаковые. Лахова Екатерина Семёновна, с которой мы уже давно дружим. Вот. И Лахова Катя, она тоже всегда, мы как бы по именам больше общаемся. Я тоже очень добрые слова написала. Конечно, я пыталась здесь начать книгу своего детства, потому что немногие знают, вот, мои родители, если кто увидит мою маму, вот, это мама моя, то сразу поймёт, что я похожа, конечно, на маму. На маму, да. А характер-то у меня вот папин. Папин. Да, он у меня такой тоже авантюрный, такой упертый по жизни, так сказать. Такие красивые снимки, обожаю чернобелосненькие. Да, чернобелосненькие, вот, у мамы. И... А сколько у вас было семьи? С семьей я одна. Я одна в семье, но зато у моей мамы семья многодетная. У папы отец умер, то есть погиб в Великую Отечественную войну, он не вернулся с хром. Вот, и бабушка Лена, она, вообще, где Лена, она коллега очень сокровная, вот, когда училась сильная, эти близкие были, вот, она получила, что с мужем приехала, и потом он ушёл на войну и не вернулся. Ну... А это вы? А вот это вот школьные годы, да, это школьные годы, это уже вот... Какая? Это школьные годы, это я пионерка, это я уже... Комсомолка. Студенческие годы, да, это я уже студенческие годы. Красавица. Ну, такая необычная. Как актриса, не говорили идти в актрисы? Ну, я мечтала быть балериной, не скрою. Ну, а если бы моя героиня выбрала другой путь, например, творческий, то, мы думаем, и там бы она достигла невероятных высот. Почему мы так уверены? Узнайте, если досмотрите передачу до конца. Но судьба распорядилась иначе. Первая профессия моей героини – это воспитатель детского сада. Может, этот опыт помог ей понять, что важно быть очень внимательным и чутким каждому человеку. Да, это была детская. А случилось всё очень просто, потому что у моей подруги лучшей, и мы по соседству жили, у неё мама была воспитательница. И мы очень часто заходили к ней в детский сад, и я видела вот эту всю атмосферу, как ребятишки за ней бегают, как они спрашивают. Она такая красивая, вся подтянутая. И так всё там красиво, столько игрушек много, вот такой вот уют. И я думаю, всё, буду воспитателем. И меня никто не мог удержать. Я уехала в училище. Сдала очень сразу успешные экзамены, без всяких там каких-то помощников там и там, и всё прочее. Вот сама-сама-сама. И более того, я сразу была признана в этом училище, поскольку я возглавляла студенческий профсоюз. Уже начали проявлять лидерские качества. Да, лидерские мои уже качества там были. И более того, директор очень хотел, чтобы я там осталась, поступила в пединститут и пошла на преподавательскую деятельность. Но я не могла не приехать обратно в Алдан, в Диме к своим родителям, потому что я так скучала, так скучала. И я от всего отказалась. И поэтому моя судьба была связана с Якутией. А так бы я могла остаться в Иркутске и вообще не приехать. Ну, судьба есть судьба. А вы верите в высшие силы, что там всё предписано? Ну, вы знаете, в какой-то степени я верю, потому что мы ведомые. Ведь, правильно говорят, прислушайся к своему голосу. И когда ты сам с собой поговоришь в той или другой ситуации, да, и услышишь свой внутренний голос, который подскажет тебе, так поступить или не так, бывает, думаешь, как хорошо, что я поступила именно так. А это потому, что ты поступил не по эмоциям, а потому, что ты хорошенечко это взвесил. И приоритеты расставил правильно. Когда вы поняли, вот уже пройдём вот этот путь, да, когда вы поняли, что вы в политике, что от вашего решения уже многое зависит? Вы знаете, ну, вот так вот вопрос, конечно, не стоял. Но сейчас, оглядываясь, я это поняла, ещё работая в Капсомоле. Да. Да, я работала с многими общественными формированиями, потом брайкомью партия в идеологии. И, вы знаете, у меня же были ветеранские организации, очень мудрые люди, авторитетные, у которых опыт за плечами. Они ко мне приходили, они могли со мной советоваться, мы с ними вместе, так сказать, принимали решения. Я тогда понимала, что я уже, да, я действительно влияю на политику, и более того, не просто, а в районном масштабе. Это очень много значит, и этот опыт мне очень пригодился. Для успешной реализации любого дела необходим профессионал, который имеет соответствующую подготовку и опыт работы. Например, именно с участием Юлии Анатольевны Республике удалось максимально сохранить основные льготы и компенсации, открыть сеть социальных учреждений, перейти на программное адресное обеспечение льготами, подчинив все управления социальной защитой населения и выстроив профессиональную службу в социальной отрасли. Вот как раз хотелось остановиться на том моменте, что не у каждого человека все бывает ровно, все-таки судьба у каждого разная. Какой отрезок времени вы можете вспомнить, где был какой-то, я не знаю, переломный момент, выбор правильной опытизии? Может, какие-то очень часто какие-то вопросы вас посещали? Ну, переломных моментов, наверное, очень много было. Очень много было. И если бы я приняла какое-то либо другое решение, судьба бы моя, может быть, и совсем по-другому сложилась. Я вам говорила, что я могла остаться в Иркутске, да? Нет, я выбор сделанное сюда. И более того, мне ведь давно было, когда я работала в Алдане, мне очень, так сказать, давно и часто предлагали переехать в Иркутск. И я вот как-то вот так вот, ну, настороженно. Ну, в Алдане. Я считала, что меня все любят, я всех знаю, мне так комфортно, хорошо. Зона комфорта, да? Да, зона комфорта. А вот в Иркутске немножко побаивалась, потому что, ну, такой масштаб, и это новое испытание, выдержу, не выдержу. А потом, когда все-таки я приняла решение, что я еду в Иркутск, я думаю, какая я молодец, какая интересная жизнь. Была насыщена. Но я считаю, что мне было легко начинать работу. Ну, ведь вы понимаете, что в каждый кабинет, какой бы я ни заходила, практически, там обязательно были бывшие мои комсомольцы, соратники, так сказать. Ну, вы легко находите общий сик, поскольку вы везде были знакомы. И меня воспринимали, Юля, заходи, да. Поэтому я могла посоветоваться и помощи попросить. Притом Александр Константинович, он был жесток, и меня как бы того щенка бросил вот так вот в озеро. Я думаю, это выплывет она, значит, она выплывет, значит, она состоялась. Поэтому барахтаться приходилось, и помогали мне мои вот бывшие комсомольцы. Да, вы знаете, я не скрою, что испытания у меня в жизни было. Одно из испытаний, это связано с тем, когда я стояла перед выбором, да, вот, ну, 4 месяца, как бы, я была без работы. И для меня с моей энергией, и с таким ритмом жизни, который у меня был до этого, у меня у нас появилась такая бустота, что я просто уже вот в этой пустоте я уже ничего не слышала. Я уже хотела просто работать. И я приняла предложение моего коллеги по 5-й государственной думе, губернатора Турцкой области Груздева. Он взял меня к себе сначала заместителем постоянного представительства, потом сразу сделал меня полпредом, вице-губернатором. Как бы я не могу обижаться о том, что я не была оценена как руководитель. Многое я передала ему, как имея опыт республики, вот, и те отчеты правительства, которые сегодня в Тульской области проводятся, как и у нас, это все, так сказать, я смогла донести. Но у меня хватило ненадолго, потому что я не получила удовлетворения. Не получила удовлетворения от работы. Мне казалось, я работаю на чужого человека буквально. И когда приходила я с представительством, то я понимала, что вот здесь вот как бы мне не надо доказывать ху из ху. Вот, это очень много значит. Это очень много значит. И я приняла это решение, когда я решила уходить с Тульского правительства. Егор Афаначич мне сразу сказал, что больше не надо экспериментировать, давай возвращайся. И я это предложение приняла с удовольствием. И мне сразу стало так легко, вот просто легко. Вот был ли это неправильный шаг? Или был это правильный шаг? Сложно сказать, потому что все познается в сравнении. Может быть, я не оценила, что значит для меня республика и люди, которые меня здесь знают, если бы я не пошла на этот шаг. Вот все познается в сравнении. Поэтому цену привязанности своей к республике я признаю. Юлия Анатольевна бесконечно влюблена в Якутию. По долгу службы она объездила всю республику. И пусть она ездила решать проблемы, но ее отличительная особенность – во всем подмечать красоту. В этих бескрайних северных просторах, открытых и доверчивых лицах, в думчивых мудрых словах тех, ради кого она работала. Кто следит за вами, за вашей страницей в Facebook, знает то, что вы очень любите Якутию, ее бескрайние просторы, очень много стихов о Якутии, красивые кадры и вот такие ностальгические моменты. Все-таки ее вам не хватает, именно природы, воздуха. Природы очень не хватает, конечно. Да и вообще, я не буду говорить какие-то пафосные слова. На самом деле, в глубинке, в Якутской, люди очень чистые, очень щедрые. Вот все, что есть, наверное, у них, приедешь к ним домой, все, что есть, они тебе из холодильника все достанут. Сколько я дома у всех ночевала, да? И бывает так, приедешь, неподготовленные, как бы, я не знаю, что у кого заночуешь, потому что, вы знаете, ведь иногда и непогода, и все, да? На гостинице-то нет там. Вот буквально снимаешь с себя шарфы, там, жилетки даришь. Своего даже одежда. Ну, как бы, лишь бы оставить людям какую-то благодарность и память. Поэтому у меня до сих пор вот это вот чувство общения с этими людьми на крайнем севере, вот, оно достаточно теплое. И такое вот... Вот, я всегда переживаю за этих людей очень сильно. И когда работала депутатом, я действительно выкладывалась, потому что мне хотелось что-то сделать, чтобы вот хоть как-то изменилось. Ведь они у нас там не просто рыбаки, охотники, да? И олени вода. Они у нас охраняют северные границы. Ну, очень многие, насколько мне известно, до сих пор вам звонят, да? Да, звонки раздаются, ну, так вот, как ни странно, люди думают до сих пор, что я депутат Государственной Думы, обращаются ко мне как к депутату. И вот недавно буквально через Фейсбук же на меня вышел мой земляк, солдан, которому нужна была срочная помощь в части ортопедической операции. И вчера получено сообщение о том, что он должен выехать в Курган, и ему там должны сделать все то, что он ждет уже годами, мучаясь от боли, да? Но, наверное, это тоже дорогого стоит. Оказалось бы, это социальная сеть. Это Фейсбук. И я... Понимаете, алданцы для меня это вообще тоже святое. Семья. Там, да, это семья моя, там, где я становилась личностью и рядом с этими людьми, поэтому не откликнуться. Это было бы неправильно. Более того, я вот благодарю алданцев. Они приняли решение. Я сегодня почетная гражданин Алданского района. Вот. И должна нести эту миссию всестороннюю, как говорится, не только там какие-то почвы. Поэтому я вот тоже приготовила книги для Алдана. Еще дополнительно я готовлю картины для музея Алданского и для своей школы, в которой Лебединская я заканчиваю. Такие вот у меня еще есть задумки, продолжение связи с моим родным Алданом. И сейчас вся ее любовь к Якутии выливается в творчество. Будь то в написании книги или рисовании невероятно красивых, живых картин. Кстати, благодаря сыновьям у нее сейчас есть место, где собирается не только вся ее дружная семья, но и друзья. И именно здесь она с удовольствием занимается творчеством. Тут я еще вижу очень хорошую такую теплую фотографию, где вы в окружении цветов. Это где? Это Подмосковье. Я никогда не имела вообще земельного участка. Так получалось, что всегда у меня была работа, работа, работа. И вот там, благодаря моим сыновьям, так сказать, вот такой участок у меня есть сегодня, где мы всем семейством трудимся. Здесь еще только начиналось благоустройство, даже еще газон не посея. Столько цветов. Но вот у нас очень много роз на участке. И я, как вы знаете, очень-очень люблю цветы. Сегодня реализую свои возможности. Даже больше скажу вам. Арка из роз у меня есть. Никто мимо не проходит. Все останавливаются, все ее разглядывают. Это только начинает цвести. А так она цветет так, что у нее даже листьев не видно, одни цветы. Это вот Подмосковье. Более того, я сегодня и кустики, и цветочки еще отправляю в Якутск к своим подругам, своим знакомым. И дикий виноград. И все. Мне тоже хочется, чтобы у них здесь это все росло. Ну вот вы написали книгу, пишете картины. Какие у вас еще есть грани, о которых никто не знает? Может, поете? Сейчас кто не поет? Сейчас же ведь есть караоке, поэтому поют все. Поют все. И на день рождения свой пела и со своими коллегами, когда мы праздники отмечали, мы тоже пытались петь, поэтому почему нет. Вот журнал, который здесь как раз на столе, вот я его выпускала ранее, вот, это мой журнал уже 10 лет, ну вот если обратите здесь слова, это слова Булата Куджавы, да, вот эта косточка или грузинская песня, правильно ее название, вот, это одна из моих любимых песен, потому что она действительно каждым куплетом определяет какую-то свою такую вот страницу жизни, да, и философия этой песни очень хороша, то, что все, что мы прожили, это мы прожили, если, как говорится, оглянуться назад, то никто не хочет ничего менять в этом сюжете жизни, вот об этом эта песня была Булата Куджавы, я ее очень люблю. Может, споете кусочек? А как? У вас это входит да, у нас можно все. Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву, царь небесный пошлет мне прощенье, за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Замечательно, замечательно, спасибо вам большое, Юлия Анатольевна, за столь душевную беседу, за вашу открытость, да вообще Юлия Анатольевна очень открытый человек, поскольку в социальных сетях она и комментирует, и на сообщения отвечает, и очень добрая страничка у вас. Стараюсь быть современной. Да. Я хочу пожелать вам еще больших новых открытий, и чтобы вы открывали в себе вот эти тоже новые грани, чтобы создавались красивые картины, чтобы вы сеяли добро, творили добро, продолжали творить добро. Спасибо вам за интервью, желаю, чтобы все ваши желания притворились в жизни. А я в свою очередь желаю всем вот этого добра, которого нам сейчас так не хватает в жизни, чтобы агрессии было как можно меньше, и чтобы добро всегда побеждало. Редактор субтитров А.Семкин